Боевая часть 5 В 1996 году в России отмечается День инженера-механика военно-морского флота. Дом офицеров Каспийской флотилии поздравляет всех, кто имел отношение к боевой части 5, и предлагает материал, посвященный профессиональному празднику инженеров-механиков на флоте. Флотоводство развивалось на Руси с древнейших времен. Еще до Крещения князья снаряжали экспедиции, которые ходили в набеге на богатые земли. С развитием государственности значение флота увеличивалось, поскольку нужно было налаживать торговлю с наземными партнерами. Но владение ключевыми морскими портами было заветной мечтой для многих держав, так что военная флотилия развивалась еще быстрее торговой. В Российской империи основы мощного военного флота заложил Петр Великий. Первые суда были парусными, поэтому сильно зависели от направления и силы ветра. Использование их было ограничено погодными условиями. Но в XIX веке были построены первые пароходы, которые имели собственный движитель, позволяющий команде выбирать курс независимо от ветра. Первые модели паровых силовых агрегатов не отличались высоким уровнем надежности, поэтому нередко выходили из строя. Провести ремонт в открытом море не так просто, ведь для этого нужны особые навыки. Так что в команду начали набирать специалистов, которые хорошо разбирались в строении агрегата и могли провести экстренную починку в экстремальных условиях. В России первые бригады инженеров-механиков на флоте появились в 1854 году. Был создан отдельный корпус специалистов, которые проходили уникальный курс подготовки. С их помощью можно было преодолевать многие трудности, которые случались во время боевого патрулирования. С хорошим механиком на борту нередко удавалось дотянуть до ближайшего порта, даже имея критические повреждения. На сегодняшний день боевая часть любого корабля состоит из следующих пунктов. БЧ-1 штурманская, БЧ-2 ракетная, ракетно-артиллерийская или артиллерийская, БЧ-3 миноторпедная, БЧ-4 связь, БЧ-5 электромеханическая, БЧ-6 авиационная, БЧ-7 радиотехническая. Именно электромеханическая боевая часть относится к инженерам-механикам. Их количество зависит от габаритов корабля и сложности установленного на нем оборудования. На любом судне, даже на небольшом патрульном катере, обязательно присутствует механик. День инженера-механика военно-морского флота был установлен 10 января приказом главнокомандующего военно-морским флотом только в 1996 году. До этого механики на флоте не имели своего профессионального праздника. Мы сердечно поздравляем с праздником всех, кто служил и служит в электромеханической боевой части. Желаем вам крепкого здоровья! А когда над водой нависает туман, за бортом кричат, о чем-то чайки. Но не дремлет не спит, где-то там, в АЧ-5, где болты и где крутятся гайки. И снаружи не очень заметно кораблю жизнь дает, как всем мать. О себе не кричит повсеместно, в АЧ-5, в АЧ-5. О себе не кричит повсеместно, в АЧ-5, в АЧ-5. Не всегда замечают наших парней, кто в машинах проводит свой день. И никто в этой жизни не может понять, что мы делаем в завтрашний день. А когда корабль уже выход, и они вспоминают опять. И толкает корабль винтами, по-ч-5, по-ч-5. И толкает корабль винтами, по-ч-5, по-ч-5. И толкает корабль винтами, по-ч-5, по-ч-5. На фрегатах, что были в те времена, экипаж был сплошной в АЧ-5. Вот откуда берется начало, и нетрудно всем сердцем понять, Что история флота писалась в АЧ-5, в АЧ-5. Что история флота писалась в АЧ-5, в АЧ-5, в АЧ-5, в АЧ-5, в АЧ-5.